Ну сколько у нас получилось-то совместно? Семь штук здесь было. Я посчитала, что уже семь штук мы сделали. За круглым столом представители администрации округа, волонтеры, а также юнормейцы делают окопные свечи для наших бойцов, которые находятся на передовой. Для солдата они являются источником освещения, обогрева и приготовления пищи. Чтобы изготовить вот такую свечу, нам необходим картон и свободная баночка, чистая, вымытая. Мы по размеру вырезаем, в центре отрезаем и делаем креслик. Туда засыпаем мы парафин. В зоне СВО военнослужащие испытывают острую нехватку таких свечей. И каждый раз их стараются доставить как можно больше. Накануне очередной поездки на передовую десятки коробок были загружены в автомобили. Вместе с тем и другой гуманитарный груз. Сотрудники администрации, члены партии «Единая Россия», матищинские казаки и лично глава округа Юлия Купецкая доставили его нашим бойцам. Мы нормальны, мы всегда нормальны. Отлично, главное, чтобы дух боевый. В этот раз по просьбе военнослужащих был доставлен квадроцикл, который купила матищинская теплосеть. Такая техника обладает более высокой маневренностью, в отличие от бронемашин. На фронте внедорожники используют разведчики и десантники. Еще один автомобиль повышенной проходимости матищинским военнослужащим передали друзья из города Побратима Жодина, Республики Беларусь. Ребята выразили им огромную благодарность. А участницы клуба «Активное долголетие» отправили пирожки и вязаные вещи – носки, манишки и балаклавы. Бабуля, огромное вам спасибо просто. Вот неоценимая помощь, просто неоценимая. В этой поездке было много доставлено гуманитарного груза, прибор ночного видения, укровные и строительные материалы, генераторы, бензопилы, продукты питания, лекарства и теплые вещи. Ну и, конечно, военнослужащим передали много личных посылок, весточек из дома, которые отправляют родные и детских рисунков с пожеланиями вернуться как можно скорее на родину с победой.